друзья всех приветствую сегодня я хочу рассказать о своем знакомстве с прекрасным брендом profuma рома с которым я довольно хорошо познакомилась благодаря марии мои прекрасной марии которая мне помимо вот флакончиков этого бренда также любезно еще предоставила небольшие отливантики которые позволили мне познакомиться с брендом довольно близко и я хочу вам рассказать о своих впечатлениях в отношении аромат данного бренда я наверное начну о них рассказывать от наименее понравившимся понравившихся к наиболее понравившимся с конца с конца наверное я поставлю dolce aqua я на самом деле их разнашивала тратила на это целый день чтобы понять как они раскрываются и у меня в отношении не сделаны заметки так вернемся dolce aqua ну на самом деле я буквально несколько дней назад носила этот аромат у меня очень свежие впечатления но сейчас секундочку я их все-таки открою для меня это просто на старте здесь просто очень такой горький реалистичный миндаль мне он на старте даже чем-то напомнил миндальность от волчицы от сержу танца но аромат конечно же совсем не похожи особенно в раскрытие они совсем другие разные вот dolce aqua это на самом деле дальше в раскрытие это прямо знаете это миндальный молочный коктейль в котором стоит трубочка он настолько сливочный настолько миндальный что вот лично для меня он тяжеловат в носке очень бьет по вискам своим вот этим сладким напором вообще мне кажется этот аромат очень похож на по крайней мере они в одном настроении точно с ароматом металлика от ксерджи вот для меня они очень схожие профили имеют но при этом почему-то ксерджи я на самом деле могу тоже носить и она что ли знаете мини приторно сладко-молочная наверно я бы сказала вот этот аромат очень то есть вот для меня сегодня вот все ароматы которые я вам представлю это наиболее это это вот прямо гурманский аромат однозначно для меня гурманский однозначно для меня женский однозначно для меня это зимнее время года потому что в помещении его очень тяжело мой нос переносил но вот на улице где есть прохлада дует ветер он звучит хорошо то есть вот именно использовать его допустим для прогулок в зиму для этих целей может быть аромат было бы неплохо иметь у меня вот такой вот достаточно большой тливантик мария мне предоставил поэтому мне этого аромата хватит надолго поэтому я понаслаждаюсь его на им наверно только в зимнее время следующий аромат который я поставлю в следующем своем рейтинге это батита далее но вот сразу скажу что этот аромат на самом деле у меня мнение о нем изменилось процессе носки то есть начале когда я первый раз его попробовала меня он немножко разочаровал а потом когда я его поносила в течение дня я подумала что в принципе иметь такой аромат в коллекции было бы неплохо но сейчас секундочку я вот он даже сейчас здесь звучит очень так лимонад на лимона вот все-таки на старте он действительно имеет некую такую знаете какую-то цитрусовую лимонадность но на моей коже это лимонадность проходит буквально там спустя 30-40 минут потом он скатывается в такой знаете кокосовый кремушек то есть такой приятный люксовый уход для тела ну то есть он становится очень приятным но не лимонадным и то есть для меня к сожалению лимонад здесь пропадает но мое мнение вот именно изменилось когда я его поносила в течение дня потому что я решила что в принципе приобрести флакончик данного аромата я бы наверное хотела бы но наверное все таки не в первую очередь потому что там будут более желанные претенденты и мне очень хочется попробовать его поносить именно в жару еще поэтому вот благодаря опять же марии у меня вот такой большой тливантик и я обязательно его поношу в жару мне интересно как он раскроется следующий аромат который очень я хотела с ним познакомиться потому что он на тему шоколада и если вы знакомы с этим брендом то вы наверное знаете о каком аромате сейчас пойдет речь это сариса ну знаете для меня здесь шоколад только опять же на старте то есть буквально 30 минут до у него приятный шоколадный такой вкус но опять же в раскрытии он становится как крем для тела шоколадным вкусом то есть он опять скатывается на моей коже в некую такую подобию уходовости это неплохо это хорошо то есть как бы такая тема в ароматах мне тоже нравится но я ждала здесь настоящий горький шоколад а он буквально на старте первые полчаса на моей кожи звучит еще для себя отметила вот по крайней мере вот эти бренды наименование которые я только что озвучила меня сподвигли на то что на самом деле я подумала что профума мрома это просто отличная концепция с точки зрения уходов для тела потому что вот все предыдущие три аромата я бы может быть вполне бы хотела бы в лосьоне или в масле для тела и они у них есть только их пока очень сложно достать поэтому на самом деле я очень хочу себе в коллекцию именно по уходу за телом именно масла мне очень интересно попробовать у них вот по моему по всем этим наименованием есть вот именно вот эти уходовые средства для тела следующий аромат который я скажу это будет тундра у меня тоже вот благодаря моей такой хороший отлив антик вот это совсем не сладкий аромат он для меня про сухие такие приятные очень вкусные мшистые почули то есть вот тундра это именно аромат мне кажется именно вот про землистость почули он очень хороший если вы до этого все ароматы на мой взгляд это были больше ароматы женским уклоном то вот тундра это сто процентов унисекс он мне тоже очень нравится я бы хотела бы себе флакончик но опять же тоже не в первую очередь потому что у меня в начале списка более желанные представители есть ну вот он очень интересный причем стойкость у ароматов у всех довольно хорошая то есть семь восемь часов я действительно их ощущаю единственное что они действительно имеют такую масляную текстуру и сам производитель их рекомендуют наносить именно намазом и действительно ароматы ну мне кажется они не обладают громадным шлейфом то есть они знаете сидят таким облачком вокруг вас но я люблю такое в ароматах то есть я не гонюсь за шлейфом следующий аромат про который я вам хочу сказать это будет конфета это еще один миндальный аромат причем он один из самых стареньких но он не такой гурманский как первый аромат про который я вам говорила dolce aqua то есть вот здесь он миндаль он конфета вообще переводится засахаренный миндаль с итальянского и вот он действительно про засахаренный миндаль и это очень красивый аромат и я бы тоже хотела бы его в коллекцию но опять же не среди первых моих покупок его очень многие сравнивают с dior hypnotic poison и знаете мне кажется они действительно чем-то похожи особенно в раскрытии на старте может быть найти в начале в середине своего звучания но вот в базе они очень похожи и dior конечно очень проигрывает парафумом рома потому что мне кажется вот этот аромат красиво звучит на протяжении всей своей жизни и он один из самых стойких здесь о которых я говорю то есть он реально сидит на коже более 12 часов я на себе его ощущала а вот dior к сожалению в базе мне не очень приятен но как альтернатива бюджетного флакона вот возможно я бы вам рекомендовала dior но хотя на самом деле сейчас это не так уж и бюджетно но по сравнению с конфетта dior будет выглядеть довольно бюджетно следующий аромат про который я хочу вам рассказать и это соли аква де соли кажется так он аква де соли он так называется и это один из прекрасных акватических ароматов для меня мне он в одном настроении звучит с кальмаром от зоологистов но мне что-то схоже здесь есть в этих ароматах то есть такая знаете морская глубина соль он тоже на мой взгляд он не сладкий однозначно сто процентов унисекс я не очень люблю акватические ароматы потому что мне все таки как-то они отдают каким-то таким мужским профилям за исключением ароматов наподобие кальмара от зоологиста наподобие синева которая мерцает от сержа танца и вот аква де солей вот акватика подобного рода мне очень симпатичная я считаю что в ней абсолютно нет ничего мужского она сто процентов унисекс и вот этот аромат я бы тоже себе хотела и мне кстати очень интересно хотелось бы его попробовать именно еще в масле для тела следующий аромат про которые скажу сахар сахар и вода я обязательно буду подписывать название ароматов под видео это знаете для меня это один из самых красивых ванильных ароматов которые есть и он настолько вот неприторный он настолько ванильный настолько красивые настолько приятные поднимающее настроение что я бы вот его тоже себе бы хотела бы с удовольствием в коллекцию но приходится делать некие приоритеты и на самом деле есть еще один прекрасный ванильный аромат у бренда он у меня будет следующим и вот я его пока ставлю на первое место но вот вода и сахар в нем есть какая-то знаете ягодность что вот меня немножко в нем разочаровывает что ягодный с ним улетает также очень быстро с моей кожи а вообще вначале это такие знаете фруктовая ванилька я бы так сказала он очень приятный не стучит по голове то есть вот если вы ищете красивый ванильный аромат это не манталь это именно вот сахар и вода от парфума рома это просто идеальный ванильный такой сладкий аромат и он настолько интеллигентен настолько приятен моему носу что вот вот если бы у меня было много денег я бы его тоже не задумывали бы себе приобрела в коллекцию следующий аромат про который я вам хочу рассказать и это один из претендентов на ближайшую покупку и как ни странно это тубероза только пусть вас не пугает название в нем вот знаете когда его вот так нюхаешь самого начала он мне даже напоминает по настроению тундру потому что в нем есть вот это грибная мховая вот такая влажность в раскрытие лишь только в нем ощущается легкая легкая цветочность это просто если это действительно тубероза я не знаю как звучит настоящая тубероза но это настолько красиво это настолько не сладко абсолютно не сладко для меня это стопроцентный унисекс хотя в раскрытие он становится более цветочным более нежным и возможно уже вот с учетом хотя может быть это на женской коже он так раскрывается вот с этими акцентами конечно уже кажется больше такую женскую сторону но вот меня этот аромат очень поразил вот прямо буквально с первого за теста мне кажется он унисекс подойдет на любое время года мне вот кажется вот ему вот все равно зима осень лето весна но конечно я еще попробую все это поносить но вот этот аромат мне очень понравился и я очень хочу себе флакон и следующий аромат который мне тоже очень понравился и он прямо у меня с ним любой случилось сперва занюха и это знаете ванитас он так и называется до ванитас переводится это тщеславие с итальянского вы боже какая-то это красивая ваниль вы не представляете причем здесь есть вроде как африканский апельсиновый цвет я не очень люблю апельсиновый цвет но я его здесь не ощущаю для меня это красивая древесная ваниль она настолько согревающая настолько уютная я не знаю я вот просто влюбилась в этот аромат буквально с первого нюха я очень хочу себе флакон поэтому вот мои ближайшие претенденты на покупку это тубероза и ванитас а флакончик который я имею я его купила вслепую абсолютно не знаю не была с ним знакома это и чуза у меня уже была распаковочка на канале проект аромат вот я его перелила перелила вот в этот фирменный атом который идет вот шариком знаете это просто идеальный инжирный аромат он опять же не сладкий здесь вот дептик от филосику с ним это не не похоже ну нет конечно есть вот какие-то общие нотки с точки зрения инжирного листа но и чуза она другая в ней как бы и терпкость и инжирных листьев и есть даже некая такая небольшая фруктовый самого и жирного сиреневого вот этого плодика и древесность он очень красивый для меня это просто идеальный наверное жирный аромат я на самом деле очень рада что у меня есть флакон теперь осталось только докупить ванитас и туберозу и мечта пафманьяка сбудется ну хотя еще надо купить еще и солей и конфеты и тундру потому что эти ароматы мне тоже очень симпатичны какой же он приятный не сладкий унисекс мне кажется подойдет на любое время года то есть мне кажется он будет звучать и в зиму и в лето и в осень хорошо хотя мне очень хочется попробовать его именно в летнюю жару мне очень хочется попробовать именно вот эту масляную текстуру профумом роман именно в лето когда будет жарко мне вот очень интересно как долго они держатся на коже но вообще они действительно эти такие масляные и даже нанеся вот его вот с помощью шарика на кожу у нее так уж так увлажняет она такая становится увлажненной поэтому я очень хочу попробовать у этого бренда масла для тела поэтому друзья если вдруг вы знаете где их можно приобрести по адекватным ценам то пожалуйста в комментариях напишите мне и напишите мне еще мне очень интересно какие ваши любимые ароматы от профумом роман вы знакомы что вам нравится мне больше всего может быть вы мне еще что-то посоветуете чего у меня здесь не названо на самом деле хотя мария еще обещала мне один аромат прислать моей следующей покупкой это будет аромат про лимон лимонович поэтому мне тоже очень интересно с ним познакомиться он тоже должен быть не сладкий но лимона в принципе я люблю и мне кажется лимона это очень хорошая тема с точки зрения летнего аромата ну как уж потом все таки знаете тут какой-то породистый я я знаю вы можете подумать что я там все это сказывается по поводу стоимости ароматов но вот знаете в нем чувствуется какая-то породистость и я не знаю как по-другому это назвать но очень интеллигентно породисто и интересно поэтому на этом наверное я хочу завершить свой обзор ароматов от профумом рома я на самом деле в заключении наверное скажу что не так уж сильно конечно меня и впечатлил этот бренд потому что все таки здесь были ароматы которые знаете мне так ну как бы да они как бы хорошие вроде как неплохие но учитывая стоимость как-то особо как бы не горит желанием их приобретать хотя насколько я знаю там есть у них такие travel флакончики по 18 миллилитров но с точки зрения стоимости миллилитров они очень невыгодные но как формат наверное все таки как бы тоже интересно в этом отношении особенно если как бы нет доступа вот как ливантиком я на самом деле от ливантики не очень люблю но когда их присылают на подарок и это еще и профума рома то конечно я всегда этому рада и познакомиться с таким большим количеством ароматов от этого нишевого дома знать как бы я я вообще очень люблю италию для меня наверное италия одна из любимых стран европе у меня с ней очень связаны хорошие воспоминания об отпуске я была там несколько раз но когда я была я считаю не интересовалась парфюмерией но я очень люблю италию мне очень нравятся сами итальянцы они хоть они плохо говорят по-английски как я в принципе но именно мне кажется поэтому мы могли с ними найти общий язык и они настолько вот открытые такие доброжелательные что вот италия это конечно же но у меня одна из любимых самая любимая страна в европе я обожаю их кухню хотя бы так пицца я не очень хорошо отношусь но вот пасту морепродукты салаты это вот просто вот тирамису вот этим мороженое итальянское вино все вот это и в италии я очень люблю но я так жалею что я в те времена не интересовалась парфюмерии мне бы так хотелось побывать именно в бутиках непосредственно вот в том же самым профумом рома мне бы хотелось побывать мне бы хотелось побывать в ксерджев потому что вот его аромат из линейки к самарате мне очень многие нравятся ароматы у этого бренда мне бы хотелось бы побывать фуеги хотя это португальский по моему бренд но у них по моему в италии находится хороший бутик мне бы хотелось побывать в бутике серж ль танца ну так много мест парфюмерных где бы мне хотелось побывать хотя на самом деле во франции я была в красе но тогда мне тоже парфюмерия почему-то не так захватила я была в афрагонаре в малинарте в этих местах я была но тогда тоже меня парфюмерии не интересовало я бы хотел побывать на настоящих лавандовых полях в провансе франция кстати это вторая европейская страна которая мне симпатична так ну все у меня теперь дальше понесло немножко уже не в ту тему но на этом наверное я хочу завершить свой обзорчик друзья пишите в комментариях по поводу ароматов от профумом рома ваше впечатление ваших любимчиков ваши рекомендации я обязательно все прочитаю и при возможности обязательно с ними познакомлюсь и поделюсь своим мнением будущем так всем спасибо за просмотр и до новых встреч